Ну вот, по вашим многочисленным просьбам я решила вам показать, как делать закрутку, так называемую. Раньше мы именно таким образом, не зная московского шва, обрабатывали валанчики. Настроила зигзаг. Зигзаг у меня, значит, наверху стоит 5, между 4 и 3. И внизу у меня стоит, внизу это чистота. Ширина стежка у меня 4 и 3, а чистота стежка у меня стоит от нуля до единички. Чуть-чуть ушла от петельки. И вот смотрите на иголочку. Загнула вниз, там сколько-то я сколько смогла, 3 миллиметра, 5 миллиметров, вот так вот вниз загибаем. И иголочка у меня сначала входит в ткань, а вторым шагом она входит в пустоту. То есть как бы закручивает. И вот таким образом у нас получается вот эта самая закрутка. Так, сейчас мы еще побольше это сделаем. Подогнули. Частота этой закрутки тоже может быть разная, зависит от того, какая у вас ткань. У меня искусственный шелк. И вот поэтому смотрите, как она смотрится у нас с этой стороны. Я так настроила вот такую чистоту, да? И как она смотрится у нас вот с этой стороны. Здесь нужно взять и аккуратненько ножничками вот это все подрезать. Вот так вот терпеливо. Я на камеру, мне не очень ловко это делать. Но вы сделаете это без меня. Сделаете это лучше меня, да? И мы срезаем вот это вот лишнее. Буквально вот здесь и оставляем вот такой. Вот это и будет так называемая закрутка. Хотела делать другими ниточками, чтобы было виднее. Но подумала, что тоже не очень здорово это. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сюда, Володя. Видите, у меня тут была тряпочка вырезанная по косой. Вот так красиво теперь это смотрится. Если вы теперь любой валанчик вот так соберете, его чуть-чуть достаточно присобрать, и уже у вас этих фалточек будет очень-очень много. Я таким образом обработала отделочные детали на своем розовом платье. Вот это и называется закрутка. Так выглядит это с лицевой стороны, и вот так это выглядит с изнаночной стороны. Там есть немножечко лишней ткани, значит ее просто нужно подрезать. Вот, собственно говоря, и все.